Короткие рассказы, емкие, захватывающие воображение, прозвучали в исполнении авторов и их друзей. В текстах Ирины Иваськовой переплетены север и юг, дают о себе знать годы жизни в сибирском Красноярске, но особенно ощущается переезд на берег Черного моря, залитую солнцем Анапу. Жизнь на курорте будто добавила в прозу Ирины новые нотки тепла, окрасила дополнительными оттенками. А я не писатель. Может быть, для того, чтобы назваться писателем, я должна пройти этот путь до конца, до самого, и чувствовать себя в силах идти вперед. А пока я только фиксирую то, что со мной происходит. И я думаю, что рано называться писателем, имея за плечами так мало, как у меня. У меня только одна книга. Автор, рассказчик, но писатель слишком громко. Говорят, что современному читателю не нравятся рассказы. Уверяют, что малая проза – жанр, отживший свое. А дока в конце октября вышла книга, способная доказать обратное – сборник небольших рассказов и эссе Анапского прозаика Елены Сухановой «Куда спешит лайнер». Представленные в сборнике рассказы оказались для Елены своего рода экспериментом. Жизненные эпизоды, мысли, парадоксы становятся вдохновением для автора и рождают произведения, отличающиеся оригинальным, свойственным только Елене стилем. Читателю предоставляется возможность узнать, что может волновать современного прозаика. А Елена – прозаик исключительно современный, пишущий и ищущий новое, свежее, нетривиальное. Многие сравнивают рождение книги с рождением ребенка, и писатели об этом много говорят, что когда книгу ругают, они воспринимают это как ругание по отношению к своему ребенку. Конечно, это тяжело, потому что с этим вымученная иногда получается литература. Здесь, наверное, был меньше процесс вымученности. Вот я с романами больше сил, конечно, тратила, потому что они больше по объему. У меня два романа сейчас на данный момент написано, один выходит скоро в издательстве. А здесь рассказы, они получались, конечно, легче, потому что это был… Ну, они короткие, с ними меньше нужно было работать, но зато их чаще вычитываешь и чаще правишь. То есть, и вот этот процесс, когда возвращаешься, и их чаще обсуждают, потому что вот так вот вышел, прочитал рассказ, и заговаривают об этом, и понимаешь там, что-то, может быть, не так сделало, возвращаешься, правишь, или какие-то недочеты, или наоборот хвалят. То есть, их чаще обсуждают. Поэтому это тоже такой вот вопрос, когда о ребенке просто больше говорят. Презентация получилась на редкость удачной, динамичной и яркой. Книги, вышедшие в краснодарском издательстве «Инновация», оформлены анапскими художниками. С бумажным саксофоном работал Илья Копанев, а обложка для сборника «Куда спешит лайнер» выполнена Юлией Степашкиной. Фотоиллюстрации сделала Ирина Серова. Новинки вызвали неподдельный интерес слушателей, что только подтверждает талант и оригинальность авторов, а также востребованность их творчества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова